МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас недавнее приключение или заключение с екатеринбургским метро. Напомним вам. Вторую ветку метро в Екатеринбурге планировали построить сначала к чемпионату мира по футболу в 2018-м, потом, если уральская столица, получит право принимать Экспо-2025. Позже надеялись на шикарный подарок к 300-му дню рождения города в 2023 году. Летом в СМИ и социальных сетях обсуждали письмо Евгения Дитриха на имя Дмитрия Медведева. В нем глава Минтранса назвал решение о выделении средств на новую ветку подземки преждевременно. Но мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что от идеи развития метрополитена власти не откажутся. В бюджете уже предусмотрены деньги на проектирование новой линии. Проблему финансирования строительства метрополитена в крупных городах России поднял в Совете Федерации Аркадий Чернецкий. Сенатор от Свердловской области потребовал создать специальную программу для регионов. Идею поддержала спикер Валентина Матвиенко. И сегодня гость нашего прямого эфира это Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации. Аркадий Михайлович на первом месте работы в заводе имени Свердлова прошел путь от мастера до завдиректора по производству. В 87-м был назначен гендиректором завода «Уралхимаш» и стал членом городского совета народных депутатов. С 92-го по 10-й год возглавлял администрацию Катеринбурга, но сейчас член Совета Федерации. Добрый вечер. Самые оптимистичные оптимисты, мне кажется, после недавних заявлений, после того, как не стало Экспо-2025, и вместе с этим похоронили в некотором смысле идею метро, потеряли надежду. И вдруг, неожиданно, все средства массовой информации заговорили о региональном метро, но Екатеринбург, наверное, в первую очередь. Как так получилось, что власти до недавнего времени откладывали эту идею, не давали возможности развития региональному метро? Ни одной станции региональной за последние годы. Но это у нас ни одной станции не построена. Нет, к сожалению, за исключением Москвы, которая достаточно активно строит метро, в стране сегодня строительство метро практически не ведется. По крайней мере, в тех городах, где оно существует, в региональных столицах метро не строят. Там, где нужно было что-то закончить, закончили, а новые ветки не начинаются, проектирование не ведется. Дело в том, что метро – вещь достаточно дорогая и долгоиграющая. И для того, чтобы приступать к реализации подобных проектов, нужно очень хорошо представлять себе перспективу. Ни региональные, ни местные бюджеты за свой счет потянуть такую стройку, как строительство целой ветки метро, не в состоянии. То есть это может быть реализовано исключительно на условиях либо частного государственного партнерства, либо совместного финансирования за счет федерального бюджета и за счет регионального и местного бюджета. Последние годы в стране отсутствовала программа развития метро. То есть ее практически в один прекрасный момент списали и больше не возобновляли. Поэтому в регионах не понимали, каким образом им планировать развитие собственных метрополитенов. Это тем более странно и обидно сейчас видеть, потому что в 90-е годы, когда ситуация с бюджетом в стране была значительно хуже, чем сейчас, все-таки, может быть, не очень большие деньги, но находили. И мы в первую очередь, конечно, за счет собственных средств, но в том числе и с помощью федерального бюджета, долго, но тем не менее, первую ветку метро построили. Ну, собственно, вы возглавляли город, в котором появился метрополитен. Да, совершенно правильно. А сейчас в условиях профицитного бюджета, о котором говорят руководители страны и руководители правительства, никто не находит средств для того, чтобы создать программу развития метро в стране и обеспечить эту программу соответствующим финансированием. Вот, собственно говоря, эта тема и была предметом вопроса, который я задал министру экономического развития, господину Орешкину, и который, в общем, вызвал достаточно серьезный интерес в первую очередь тех сенаторов, которые представляют регионы, где метро есть. И, в частности, Валентина Ивановна Матвиенко, она представляет Санкт-Петербург, она очень жестко и определенно высказалась по этому поводу и поддержала ту позицию, которую высказал я и дала поручение внести в протокол встречи с министром Орешкиным. У нас был правительственный час очередной. Как раз этот вопрос Министерства экономического развития должно представить в Совет Федерации свои предложения, каким образом все-таки в стране метро будет развиваться. Ну вот, я думаю, что 9 октября в окончательном виде протокол будет утвержден. Я не сомневаюсь, что этот пункт будет в итоговой редакции. А дальше будем смотреть, как Министерство экономического развития будет выходить с инициативами по поводу строительства метро, как будут изыскиваться деньги и будут ли они изыскиваться. Но, по крайней мере, консолидированная позиция Совета Федерации по этому поводу обозначена. Максим Орешкин предложил использовать альтернативные способы перемещения по городу, кроме метрополитена, такие как скоростной трамвай. Объективно, в Екатеринбурге разве возможно что-то как-то по-другому решить? Так мы, пожалуйста, мы спешно это строим. Мы же не сидим на месте, но в городе-то у нас нет. Ну, я вам что могу сказать? Вообще, ответ господина министра звучал не очень убедительно. Его спрашивали про одно, он начал говорить про другое. Вам тоже не понравилось. Конечно, можно строить скоростное метро, можно поддерживать развитие электротранспорта городского, можно обеспечить развитие автобусного транспорта. Более того, это все необходимо делать. Но в условиях отсутствия пространств в центральных частях городов, где исторически сложившееся ядро, рассчитывать на то, что мы сможем найти замену метро более эффективным и более быстрым транспортом, это нужно быть очень наивным человеком. Ну, я не знаю, может быть, у нас министр такой наивный, может быть, он просто предпочел избрать такую тактику для ответа на вопросы. Его вернули на землю. И наш председатель его вернуло на землю. То есть можно говорить о любом другом виде транспорта. И естественно, что любой городской транспорт нуждается в поддержке. Но метро – это особая статья, которая решает проблемы не всех городов, а крупных городов, в первую очередь миллионников, где транспортная ситуация на сегодняшний день наиболее сложная. Аркадий Михайлович, вот будем оптимистами. Допустим, к ноябрю они скажут, ладно, стройте, дадим вам денег. Это перспектива скольки лет? Вот если будет отмашка, что будет в таком-то объеме федеральное финансирование, что придется после этого сделать? Ну, во-первых, не после этого, а некоторые вопросы можно решать и до этого. То есть вы знаете, что у нас в бюджете города предусмотрены деньги на проектирование. Это очень серьезный шаг. Сделан был властями города, потому что не имея представления, каким образом дальше будут события развиваться, тем не менее задельные работы они запустят. Даже запустили, скорее всего, уже. Вопрос проекта – это вопрос очень важный, потому что в зависимости от того, есть или нет проекта, будут определяться суммы, которые выделяются, и будут выделяться приоритеты, кому давать в первую очередь. Там нарисована пунктиром одна линия. Вот этот план, он уже не актуален? Ну, план, в принципе, на сегодняшний день официально никто не изменял. То есть есть запроектирована еще в 80-х годах вторая линия метро. На мой взгляд, сегодня этот вопрос требует пересмотра. То есть я считаю, что то направление, которое было обозначено в проекте 80-х годов, оно сегодня в силу различных причин оказалось не самым востребованным. То есть у нас есть направление гораздо более востребованное, где сегодня уже сформировался колоссальный пассажиропоток, и куда строить метро значительно эффективнее, чем, предположим, делать сегодня на Виспровобережной, на дальний Виспровобережной, который, ну, на сегодня он еще просто не освоен. Там еще некого возить в этом районе. А куда вы предложили копать? На мой взгляд, я подчеркиваю, это лично мое мнение, оно на сегодняшний день не официально утверждено, но я бы посмотрел в первую очередь юго-западное направление, где жилые массивы достаточно плотно скомпонованы, где будет существовать постоянный пассажиропоток, и строительство метро именно в этом направлении, с точки зрения экономической эффективности, окупаемости этого проекта, было бы наиболее целесообразно. 73 миллиарда – это очень большие деньги. Это пока разговор в пользу бедных. 73 миллиарда – это так, как это, прищурив... Потолка? Нет, это очень укрупненный расчет, поэтому нужно смотреть, во-первых, технология, которая будет выбрана. Мы в конце, когда заканчивали первую ветку метро, мы подбирали те технологии, которые были более экономные. Мы вынуждены были в первую очередь из-за отсутствия средств пропустить одну станцию, которая в проекте присутствовала. Ну, как говорится, земля с орбиты не сошла, ветка существует, люди продолжают ездить, ну, где-то на одном перегоне оказалось, что пройти до станции метро нужно несколько больше. Мы оставили это место для того, чтобы, когда город разбогатеет, можно было бы вернуться к строительству этой станции. То есть это технически вполне возможно. И все-таки, еще раз, о каких деньгах идет речь? Идет разговор о десятках миллиардов рублей. А сколько федеральные власти могут позволить себе давать? Сколько городу придет? Значит, пока ничего себе не позволяют, но я считаю, что имеет смысл начинать этот проект, если федеральный бюджет не менее чем на 50% будет вкладываться в этот проект. Не менее. Когда, вот сейчас Александр Высокинский говорит, что мы, в принципе, в этом году готовы сделать проект и в 2021 уже приступать к строительству. И это в целом было бы неплохо, потому что впереди универсиада, как минимум, и в том числе Виспрово и Бережный планируется серьезно застраиваться. Вот объективно, о каких датах может идти речь? Когда эта машина государственная... В бюджет следующего года реально вписать эти десятки миллиардов или нет? Вот надо смотреть, будет или не будет включено в бюджет федеральный какие-то ассигнования на метро. Бюджет будет приниматься в конце нынешнего года. Вы понимаете, здесь зависимость следующая. Как это говорится в одной поговорке? Сколько денег, столько песен. То есть технологии строительства метро могут быть разные. Москва строит очень быстро и очень много за счет того, что ведет работу, предположим, с разных концов. У них хватает проходческих комбайнов, которые одновременно работают на строительство. Несколько десятков проходческих комбайнов работают сегодня в Москве на строительстве метро. Какие силы будут привлечены? Если выделение средств будет час по чайной ложке, ну, наверное, надо будет строить, исходя из тех ресурсов, которые будут. Если будет перспектива более активного развертывания строительства, тогда можно задействовать более серьезные силы. Поэтому гадание на кофейной гуще, там, три года, пять лет, десять лет и так далее. Значит, сегодняшние технологии позволяют делать достаточно быстро даже такие сложные объекты, как митрополитет. У нас же непростое строительство митрополитет. Я бы хотела успеть просто обсудить еще одну тему с Аркадием Михайловичем. Насколько я знаю, в конце октября, начале ноября пройдет Всемирный день городов в Екатеринбурге. Это мировое событие совпадет по датам с проведением форума 100+. На ваш взгляд, насколько это статусное событие, насколько оно важно для Екатеринбурга? Форум 100+, превратился в реально значимое общероссийское событие. И если мы, начиная несколько лет назад, это мероприятие, у нас было 800-900 человек, то сейчас уже присутствует около 9 тысяч. Сегодня мы рассчитываем, что в нынешнем году будет больше 10 тысяч. То есть это для строительного сообщества очень знаковое мероприятие, и входит в пятерку крупнейших мероприятий, выставочных, форумных, которые проводятся по линии строительства в Российской Федерации. Сегодня, в 2019 году, я имею в виду, совмещается это с проведением ООНовского мероприятия Всемирный день городов. В соответствии с теми договоренностями, которые есть у губернатора и у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якуша Владимировича, поставлена задача превратить форум 100+, практически во второй инопром. Только инопром касается промышленности, это будет касаться строительства. То есть сделать главной выставочной и форумной площадкой страны по данному направлению развития экономики. Хабитатовское мероприятие ООНовское, оно будет способствовать укреплению имиджа региона, города Екатеринбурга, Российской Федерации в целом. Оно привлечет сюда очень крупных специалистов, те, которые занимаются проблемами урбанистики, которые занимаются строительством, созданием благоприятной среды обитания в городах. Здесь будет несколько сотен представителей крупнейших городов мира, которые смогут поделиться опытом. То есть все это в копилку города, в копилку региона. И базируясь на тех знаниях, которые будут передаваться в процессе общения на этом форуме, мы можем открывать новую страницу развития строительства не только в нашем городе, но и во всей стране. Считаете ли, что в Екатеринбурге строят жилье круто в сравнении с другими регионами? Я не считаю, я это просто знаю. Я это просто знаю, потому что у меня есть статистика, и по количеству, мы уже практически 10 лет стоим на уровне миллиона квадратных метров в год. И по качеству, и по самым различным предложениям, которые сегодня строители делают своим потребителям, Екатеринбург, ну за исключением, на мой взгляд, московского региона, себе равных не знает. Спасибо большое, Аркадий Михайлович. Надеемся, что ветка метро вторая будет построена в самые кратчайшие сроки. Прямо сейчас передаем слово выпуску программы «События». После вернемся в эту студию, никуда не переключайтесь.